Привет, мои красотки, скажи, Сима. Что? Она жалуется. Привет, мои красотки, я думаю, вы поняли по обстановке сзади, что я сейчас нахожусь в Нижнем Тагиле, потому что здесь у меня сессия. И какое-то время я буду здесь проживать, недели-полторы, и буду снимать видео тоже здесь. Невероятно теплая атмосфера при виде у меня маминых цветов, поэтому я бы все их поставила на фон. Конечно, нет, не все, потому что если бы я поставила все, сзади был бы сад, потому что передо мной здесь 4 цветка, на подоконнике еще 4, на полу один, там 4. Ну, короче, я сейчас без макияжа, я думаю, вы по названию видео уже поняли, что машины за окном гудят. Можно, пожалуйста, я не буду закрывать окно, у меня так душно, это просто ужас. Недавно я была в Галамарте, кстати, очень люблю этот магазин, покупаю там, знаете, типа ватные диски, палочки, туалетный банк, ну, вы понимаете, да, вот эти все вещи, которые нужны как бы всем. В Галамарте они офигеть по каким низким ценам, это не реклама сейчас, просто я очень люблю этот магазин. И недавно я заметила там полочки с косметикой, причем такие нормальные полочки, я вам сейчас покажу косметичку. Вот аж какой наборчик у меня получился, ну, понимаете, достаточно много, и, чтобы вы понимали, по ценовой категории, ну, примерно как фикс прайс, плюс-минус, а самих продуктов намного больше было, самих средств. Я подумала, надо снять видео, причем я зашла за туалетной бумагой, я сделаю себе полноценный макияж. К сожалению, с тональника я начать не могу, или с биби-крема, потому что ничего подобного в Галамарте не было, там сразу же была представлена только пудра. Ну, ладно, что, в принципе, тональник это такое средство, которое реально очень сделать тяжело дешевым. А вот кисточек там было, ого-го, как много. Посмотрите, какое счастье, она выпала из коробочки, поэтому она бездомная. Между прочим, после моего последнего обзора косметикой с фикс прайса и H&M, у меня действительно какие-то средства остались в моей косметичке, и я действительно ими пользовалась. Поэтому это очень-таки полезное видео, вдруг что-то там прям суперценное я для себя найду. И, конечно же, не забывайте досмотреть видео до конца, потому что там будет видео-вопросы с Инстаграма. Я буду отвечать на один из ваших заданных мне вопросов. Вы их мне присылаете в Инстаграме в виде видеосообщений. И давайте перед нанесением тональника, чтобы кожу немножечко нашу поберечь, так сказать, нанесем масло-праймер, которым в последнее время пользуюсь. Он еще и шелушение скрывает замечательно и дает средству растушеваться еще лучше. О, масло затекло мне в рот. Замечательно. Галамарт нам предлагает использовать вот такую кисточку. Я думаю, вы знакомы с такими кисточками. Они достаточно дорогие, вот если оригинальные. Она очень плотненькая такая, как и должна быть. Я пользовалась такими оригинальными. Неплохо. Но, если честно, я не сказала, что самая удобная кисточка для тональника. То есть, как бы, сама кисточка как кисточка нормальная. Почему написано, что она для биби-крема? Потому что это, представляете, как долго нужно вот этими вот маленькими штришками выравнивать тон. Ну, хочется какую-то более такую плоскую поверхность. Почему, допустим, кисточки для тональника, например, как эта. Я, кстати, говорила, что не пользуюсь такими кисточками для тональника. Но потом Мак прислали мне вот это. Вы понимаете, что там мой типа ник. И теперь я пользуюсь такой кисточкой. Просто потому что, ну, очень приятно. Плоские, они прямо так вот ложатся. Они растушевывают хорошо. Или, допустим, спонж, бьюти-блендер. Да, там большая площадь соприкосновения. А это, простите, мне кажется, подходит для век, чтобы тени нанести вообще. Вот эту малышку они тоже предлагают использовать для биби-крема. Но еще написали для консилера. Консилера тоже там не было представлено в Галамарсе. Поэтому я беру свой консилер, но их пудру. Для красоты сейчас сформирую. Такую птичку. Кстати, девочки, очень большая ошибка, когда вот про это место забывают все. Вот это прям самая темная область, на самом деле, которая очень сильно нуждается в консилере. Потому что она всегда выдает вот этот уставший вид. Вот это вот темная самая область. Ну нет, это уж точно не для растушевки консилера, ребята, вообще ни разу. Знаете, как я тяну сильно? Смотрите. То есть видите, как сильно растягивается эта область. И ничего фактически не растушевывается. Все пятнами ложится. Вот эта кисточка вообще в ней смысла не вижу. Только если что-то действительно вот так навека наносить. Правда, мне кажется, плоской кистью для теней это сделать намного проще. Итак, переходим к интересному. Это у нас пудра. У нас стоило 100 с чем-то рублей. Бренд Лавелле какой-то. Я не знаю, как читать. Я прочитала лично по-немецки как-то. Фокус, пожалуйста. И вот такая вот замечательная кисточка. Была представлена в Галамарте. Меньше чем за 100 рублей. Аааа, это типа полу-русалка, смотрите. Я думаю, вы видели такие кисточки типа русалка. И здесь должен быть хвост. Логиад. Вот так вот, если потрогать лицо, пока что вроде бы мягонько. Не знаю пока еще, как набирают средства. Такая обычная синтетическая кисть. Посмотрим, как она достается ворс из нее или нет. Ух ты. Ух ты. Я вам так скажу, у Реалтехникс иногда с первого раза достается. Нет, но я ворсинки. Ну, знаете, вроде бы даже неплохо. И знаете, тут такой еще срез интересный. То есть, ну, действительно, как у обычной хорошей кисточки. То есть, такая конусовидная кисть. У моих кисточек для пудры, для румян, которые стоят раз в 10-15 больше, чем вот эта кисточка. Такой же срез. Такой же мягкий очень вот ворс. И так же хорошо они набирают. Ну, в общем-то, пока что кисточкой очень даже довольна. Тут есть еще маленький такой экземпляр такой же кисточки. Вот такой вот у нее срез. Непонятно, если честно. Наносить этой кисточкой тон. Понимаете? Прямо так написано. Для нанесения тона. И для контурной коррекции. Для контурной коррекции еще окей. Но как нанесить тон? Типа тональник они хотят нанести вот этой кисточкой. Что еще происходит? Производить ли проблему с тем, как использовать кисти? Причем кисти сами неплохие. Ну ладно, посмотрим, что здесь с ворсом. Странная именно форма, странный срез. Достаточно непонятный. То есть, вроде она и не скошенная, и не конусовидная, и не плоская. Знаете, будто для хайлайтера только если бы она была плоской. А вот с растушевкой возникли небольшие проблемы. Потому что очень важная функция, одна из основных функций кисточки, это такая мягкая, красивая растушевка на нет. Если у вас кисточка хорошая, то фактически она 90% сделает за вас. Даже если вы переборщились с продуктом, со средством, нанесли слишком много, криво, некрасиво, кисточка хорошая, хороший ворс, они должны сделать почти все за вас. А тут я, короче, растушевываю, как сумасшедшая, уже, наверное, минуты три. Ну что ж, давайте уже переходим к основным продуктам Галамарта. И в первую очередь я хочу перейти к бровям. Тут у нас, посмотрите, какая модная палетка. Это якобы светло-коричневый, темно-коричневый и воск. Конечно, светло-коричневый такой немного темноватый, потому что я сейчас, кстати, в последнее время стала брови красить более естественно. То есть, я их фиксирую гелем хорошенько, и потом буквально чуть-чуть добавляю несколько штрихов в уголочки, и еще раз фиксирую гелем. И представляете, что было еще в Галамарте? Гель для бровей. Представляете? Мне очень интересно, как он будет работать, будет ли он вообще работать. Ммм, приятно пахнет. Слушайте, я впервые чувствую запах геля для бровей. В самом наборчике был вот такой вот аппликатор. Эй, цветок, дай фокус мне. Скошенная кисть и какая-то непонятная пимпочка. Фокус, привет! Скошенная кисть довольно-таки хорошая, но у меня есть еще вот такой вот сет от Галамарта. Набор кистей для макияжа, 7 штук, профессиональные написано. Тут есть тоже скошенная кисточка. Немножечко она, конечно, странно выглядит, какая-то очень высокая. Также здесь есть очень странная пышная кисточка, неприятный ворс. Еще и волнистая. Короче, странно. Вот эта кисточка, которая просто непонятна, вообще не нужна никогда, мне кажется, ни в одной косметичке, якобы для бровей, для расчесывания ресниц, но это полная фигня, на самом деле неудобная вообще кисточка. Но извините, если кого-то обидела, может кому-то удобно. Очень популярные где-то лет 7 назад кисточки, которые продавались. Тоже непонятные, особо нефункциональные, не несут никакой пользы. Давайте пока что проверим, что с бровями. А они у меня затвердели, они действительно зафиксировались. Ну вот такие брови у меня получились. Смотрите, что я там нашла! Это же подводка от нашего любимого бренда Lovelli. Но, к сожалению, я не люблю такую подводку. Очень с ней мучаюсь, когда приходится ею краситься, потому что это вот такая вот жидкая подводка. Но я буду очень стараться нарисовать что-то разумительное. Подводка, как мне пока что кажется, такая хорошая. Она очень быстро становится такой матовой, быстро очень подсыхает. Вот самое дурацкое в этих подводках, что они постоянно отпечатываются на ресницах. Это всегда очень раздражает, потому что потом ресницы склеиваются между собой за подводкой. И когда уже красишь их тушью, получается очень неопрятно. Так, себе именно сами стрелки мне не очень понравились, но сейчас переделать я их, наверное, уже не буду. А что насчет подводки? В принципе, опять же, за ее цену я скажу, что это отлично. Потому что она очень быстро подсыхает. Для глаз я, в принципе, взяла все, что там было. А это всего лишь два карандаша. Три, извиняюсь. Было бы классно, был бы фокус. Карандаш очень мягкий. Очень податливый. Такой прям вот, ну, классный. Там был вот такой вот, смотрите, двойной карандаш. Я давно таких не встречала. С этой стороны он типа красный. Тоже наш любимый бренд Laveli. Я, если честно, лучше бы губы оставила без внимания вообще, чем просто так наносила бы красный. Я могу просто попробовать и немного растушевать, например. Хороший мягкий карандаш. Тушь у нас за 149 рублей. Называется Sexy Eyes. Кисточка достаточно хорошая. Такая силиконовая. Но здесь просто очень хорошее разделение, как вы можете видеть. Очень хорошее такое удлинение. Единственное, что эта тушь делает ресницы, как бы не делает их гуще. Вот что, в чем проблема. То есть у меня, допустим, редкие ресницы. И, знаете, эта тушь, она их разделяет. Она их удлиняет каждую по отдельности. Очень создается естественный эффект. Особенно, когда свет уходит просто в ноль. Но густоты эта тушь не добавляет. И получается, что реснички такие, знаете, скудненькие. А что происходит, простите? Ну, допустим, если на второй раз наносить, на второй слой, то уже, конечно, она больше добавляет. Я бы сказала, что за 149 рублей отлично. Ну что ж, давайте будем оценивать мой макияж. Если честно, мне кажется, что все портят стрелки, которые мне не идут. Пудра неплохая. Кисточки мне понравились. Вот эти кисточки тоже были бы хорошие, если бы, допустим, их наносить для контуринга. Носик сделать уже, да? Тушь. Гель для бровей. Да, даже тени для бровей. Мне очень много понравилось. Это немного странно. Короче говоря, красотки. Надеюсь, вы сделали какие-то для себя выводы, что не всегда, короче, дорого есть офигенно, а дешево есть очень плохо. Но в то же время я не призываю вас покупать непроверенную косметику за 50 рублей, лишь бы купить. Ну, а мы переходим к видео вопросу из инстаграма. Привет, дорогая Сашенька. Пожалуйста, подскажи, как бороться с синячками под глазами и от тональных кремов разными высыпаниями на лице? Ну, насчет синяков под глазами, привет, во-первых, Настя. От синяков под глазами я уже говорила, что существуют консилеры, а также есть цветные консилеры, которые переманивают на себя, так сказать, пигмент. Допустим, если у вас синие синяки, они, скорее всего, такого цвета, то мы наносим сначала желтоватый оранжевый консилер. Он перекрывает синий пигмент, а потом сверху мы наносим, допустим, обычный консилер, да? Если у вас прям реально синяки под глазами, очень такие тяжелые. А насчет тональника и прыщей от тональника, как с ними бороться? Во-первых, перестать пользоваться этим тональником, если вы поняли, что это действительно от тональника происходит, а не от какой-нибудь там воды, мицеллярки, тоника и так далее. Во-вторых, скорее всего, ваша кожа отреагирует на смену средства или на исключение этого средства из вашего повседневного макияжа так, что она просто сама выздоровит, ей просто нужно, там, допустим, пару-тройку дней на то, чтобы реабилитироваться. Но как только вы исключите этот продукт из вашего макияжа, то все будет хорошо. В принципе, с такими вот маленькими прыщиками я представляю, что это такая аллергия. Ну, бороться нужно реально только временем и хорошим уходом. Но если нужен какой-то прям моментальный эффект, то есть замазать их нужно, то, в принципе, с этим справляется, мне кажется, обычный тональник. Но только не тот, от которого у вас прыщики. Точное нанесение может быть консилеров, может быть зеленых консилеров. Если у вас, допустим, красные эти пигментные точки, красные прыщики, то зеленым консилером наносим точечно, зеленый нейтрализует красный и затем уже поверх наносим тональник. Спасибо тебе большое за вопрос, и, конечно же, если ты, красотка, хочешь оказаться в моем видео точно так же, чтобы я ответила на твой вопрос, то бегом в мой инстаграм, здесь будет мой ник, записывай себя на видео и присылай мне в директ. Видео желательно на бьюти-тематику и желательно такой категории, чтобы я ответила на минутку максимум. Надеюсь, красотка, что сделала этим видео вас чуточку красивее и улыбайтесь чаще. Я вас очень сильно люблю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok